Надежда восстановить уникальный памятник деревянного зодчества Успенскую церковь тает с каждым днем. В Министерстве культуры не одобрили заявку на выделение средств для разработки проектно-сметной документации. А собственник памятника федерального значения пытается обжаловать решение суда, который обязал провести работы по его консервации. Еще 23 сентября Ленинский районный суд города Иваново постановил принять необходимые меры по сохранению объектов в срок до 31 декабря 2016 года. Собственник деревянной церкви, территориальное управление Росимущества в Ивановской области это решение обжаловал. Полагаем, что данный срок не обоснован и не соответствует законодательству, сроки на которые у нас имеются традиционные жалобы. В любом случае проведение работы, закупка услуг может быть проводится специальным управлением только в рамках выделенных лимитов денежных средств. Противно будет нарушение бюджетного законодательства, соблюдение требований законодательства о контрактной системе. То есть это требуется время для проведения каждой процедуры. По мнению собственника, времени для проведения работ по консервации было крайне мало и требуется еще один год. Прозвучала дата 31 декабря 2017 года. Сторона обвинения с таким подходом к делу не согласна. Уважаемый суд, у ответчиков был целый год, целый календарный год для того, чтобы исполнить возможную у него обязанность. Данной обязанности исполнены не было. Любые действия активно принимались ответчикам лишь после обращения прокурора в суд с иском. При этом в рамках рассмотрения дела ответчик, используя предоставленные ему права, всячески пытался затягивать процесс рассмотрения дела в суде первой инстанции. И об этом же свидетельствует факт, что апелляционная жалоба была подана в последний день предоставленному ответчику на этот законный срок. Больше года уцелевшие фрагменты церкви находятся без защиты, что для памятника деревянного зодчества особенно опасно. После пожара мы имеем с вами оставшиеся элементы, которые еще возможно по заключению специалистов восстановить, воссоздать данный объект культурного наследия. Но если ответчик будет и дальнейшим, так же бездействует, так же активно выполнять, разложены у него функции, как он выполняет эти функции сейчас, то мы можем полностью утратить данный объект. Мы можем лишить нас и наших потомков возможности лицезреть и видеть этот объект и общиться с культурой. Рассмотрев дело, суд оказался на стороне Комитета по охране объектов культурного наследия. В руководстве статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия определила решение Ленинского районного суда города Иваново 23 сентября 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу территориального управления Федерального агентства по управлению государственным и множеством Ивановской области без удовлетворения. В профильном комитете надеются, что процедура судебного обжалования на этом закончится, и собственник приступит к исполнению решения, хотя бы пока по консервации объекта. С учетом принципов разумности, я думаю, что определенный промежуток времени мы предоставим Росимущество на добровольное исполнение судебного решения. Тем не менее, надеемся, что в случае, если ресурсов Комитета Ивановского государственного хранения объектов культурного наследия будет недостаточно, есть еще у нас Федеральная служба судебных приставов, которая, собственно говоря, отвечает за исполнение судебных решений, которые окажут нам в данном случае содействие. В течение шести месяцев территориальное управление Росимущества в Ивановской области вправе подать кассационную жалобу. Затягивать судебный процесс можно бесконечно. А вместе с тем, к 1 февраля 2017 года по составленному ранее плану уже должна быть готова и согласована с Комитетом по охране объектов культурного наследия проектно-сметная документация для реставрации деревянной церкви. Любовь по чернику Андрей Семиволков, РТВ Иваново.